Я думаю, что очень многие будут смотреть в зуме, из своих комнат, те, кто не пришел сюда в зал. Так что мы можем начинать. И у нас неожиданный сюрприз. Когда мы впервые предложили недавно Светлане участвовать у нас, у нее уже было все расписано. Так как мы собирались в Москву, мы решили немножечко пододвинуть там кое-какие мероприятия, чтобы успеть на ваше мероприятие. То есть специально для нас. Светлана здесь. А итак, разрешите вам представить Светлана Лаврова. Автоном. Ведет ретриты про просветление и вечности. Дипломированный психолог-психоаналитик с 15-летним стажем. Более 11 лет изучающая и практикующая здоровое питание от веганства, сыроедения, малоедения, от лечебного голодания до автономии, полного отказа от еды и жидкости. И вот уже Светлана два с половиной года находится на полной автономии от пищи и жидкости. Встречаем Светлану Лаврову еще раз. Спасибо большое. Всем здравствуйте. Очень приятно быть вновь на вашем слете. И, наверное, я бы не стала очень много про себя рассказывать. Есть кто-нибудь, кто меня не знает вообще? Есть, да. Тогда я просто в двух словах быстренько расскажу, что я никогда не стремилась к пронаедению. Не люблю слово автономия, потому что автономия, она не отражает сути того, как человек живет. Никогда не стремилась к пронаедению. Была самым обычным человеком, у которого было несколько компаний достаточно больших. Но у меня был такой недуг, как бронхиальная астма, гормонозависимая. И на одном из периодов мне пришлось перейти на иное питание. То есть это было сначала сыроедение, потом это было малоедение. И в результате на пронаедение. Именно благодаря своему заболеванию я оказалась здесь. Но я ребятам сейчас как раз, сейчас тему автономии, ее настолько сильно распиарили, что это становится какой-то бренд. Бренд за деньги. И сейчас я смотрю, что все, кому не лень рассказывать, дают инструкцию, как перейти в автономию. Причем, если даже человек сам никогда не был в автономии, но поголодал дней 30-40, у него обязательно есть инструкция, как это сделать. Ну, наверное, это кому-то нужно, и для кого-то это будет очень полезно. Но все же, чтобы люди понимали, что сама суть неедения, она в вас не раскрывает каких-либо талантов. Потому как таланты есть у вас уже изначально. То есть ваш организм, он изначально настолько большой, настолько глобальный, что один из инструментов, когда вы не оттягиваетесь на вычищение своего организма, то именно в эти моменты у вас идет раскрытие того, что есть у вас, этот весь потенциал. Но минимум, который мы видим, который мы слышим, это ясновидение, яснознание, яснослышание. Это не про то, что он слышит то, что другой не слышит, а это про то, что слышит то, что есть на самом деле. И вы все, наверное, прекрасно знаете, что очень часто бывают такие моменты, когда человек, истинно считая, что он говорит правду, начинает высказывать какую-либо историю, рассказывать, какое-либо мнение говорить. Но в состоянии, когда у тебя рецепторы настроены по-другому, ты начинаешь чувствовать через его внутренние органы, что происходит с этим человеком и что есть на самом деле. Та его жизненная история, которую он может не озвучить, потому что он ее даже не знает. И это один из, наверное, бонусов такого, к которому приходишь через неедение. Ну, у меня очень много эфиров, где я рассказываю на разные темы, и я бы хотела, наверное, больше поотвечать на ваши вопросы. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пятое измерение. Как в него перейти, был вопрос. Но мне очень нравятся люди, которые начинают смотреть на какие-либо измерения, не разобравшись в том измерении, в котором вы находитесь. Вообще, когда вы меняете качество своего тела, то оно у вас, в принципе, становится другим, у вас даже кожа становится другой. У вас сознание становится другим, у вас осознание. И когда вы находитесь в вибрационных знаниях, то есть вам же не нужно что-то запоминать, вам не нужно что-то знать, вам не нужно развивать свою память. Вы на каком-то этапе уже понимаете, что вы находитесь в информационном поле. И какой бы вопрос у вас не спросили, если этот вопрос нужен будет человеку, который вас спросил, вы ответите его через себя. Вот это и есть следующая плотность, следующее измерение. И как только вы осознанием своим переходите туда, то вы попадаете в это информационное поле. Ответила? Так, у нас работает микрофон. Работает? Сделайте погромче еще. Да, работает. Переводчики нас слышат. Еще есть вопросы? Что, никого не интересует любимый вопрос про зубы? Конечно. Но я не видела ни одного автонома, у которого бы не росли зубы. Я, наверное, ответила. Да, у меня, если что, есть фотоматериал. И как бы я, естественно, его в открытый доступ не выкладываю. Но если подойдете, я вам потом покажу, что да, если человек действительно переходит на другой тип питания, то это неизбежно, что у него меняется абсолютно все. В том числе и зубы. Добрый день, Светлана. Хотел задать вопрос. Все-таки у каждой стороны есть две стороны. У медали и у автономии, видимо, тоже есть. Какая-то побочная сторона, что надо всегда двигаться, находиться в движении, как энерджайзер, постоянно покорять, как говорится, дистанции определенные. У вас как это происходит? Ну вообще наше физическое тело, оно создано не для лежания. Если вы возьмете, если кто-то наблюдал больных людей, либо у кого-то не посчастливилось так, что ухаживать за людьми, которые болеют, то пролежни возникают у человека в течение трех дней, у лежачего человека. Наше физическое тело, оно создано для движения. Я себе иногда устраиваю такие мини-марафоны для самой себя, чтобы посмотреть, что нового происходит с телом. И некоторое время назад, ну несколько дней назад, может быть недели две где-то прошло, не знаю сколько, я себе устроила такой марафон, сколько моему телу нужно для отдыха. И я взяла 24 часа на бег, чтобы бегать 24 часа. И мне нужно было где-то раз, по-моему, 5 или 7, я не помню, что-то такое. Я забегала домой проведать детей на минут 15, где-то выходило 7 минут у меня остановка была, максимум остановка была 20 минут. То есть наше тело способно восстанавливаться за 20 минут абсолютно полностью. Получается, правильно я понимаю, что параноедение – это альтернативный способ питания, как, например, бег, мы можем воспринимать как питание. И если это так, то какие еще есть альтернативные виды питания? То есть как себя зарядить? Или вопрос больше не про себя, а если бы мы проводим мероприятия по переходу и комнаты, например, с альтернативными питаниями или улица? Как это будет происходить? Давайте попробую ответить, а вы скажете, ответила я или нет. Вообще, мне кажется, что самое идеальное, это если кто кушает, то это малоедение. это не сыроедение ни в коем случае. Почему я против сыроедения? Не потому, что оно такое плохое, а потому как, если человек еще питается, то у него организм не может вырабатывать все микроэлементы. То есть он, организм надеется на еду. Но очень большинство сыроедов, вот на них посмотреть, просто вот обнять и плакать. Простите, уж у меня сыроеды. Я сама проходила эту стадию. И получается, что они, у них такое скудное питание, то есть они очень часто убирают какие-либо травы. Они очень часто убирают какие-то микроэлементы, основываясь на том, что все живое, все природное, и их кто-то как-то должен восполнить. Поэтому, наверное, все-таки нужно подходить это с умом и ребята, которые у меня идут на, так скажем, на другое питание, на следующий уровень питания. Мы с ними договариваемся, это, конечно, их выбор, но в первую очередь они должны обязательно знать свою отправную точку. То есть они должны сдать анализы, чтобы понимать, что у них на сегодняшний день происходит в организме. То есть если у них нехватка железа, и они пойдут дальше на уменьшение еды, то этот пробел не восстановится. То есть сначала нужно выровнять до какой-то стадии свой организм и от этого уже шагать. И так как мне давали врачи два месяца жизни, поэтому у меня с анализами всегда, то есть у меня анализы были всегда на руках, я знала, откуда я шла, я знала, откуда я стартую. И, наверное, первый год, когда я вообще приходила к обычной жизни, чтобы я могла дышать, я постоянно была на... Я постоянно сдавала анализы каждые два-три месяца. Но я сдавала их не потому, что я так хотела, потому что я наблюдалась у врачей, и мне так приходилось. Но, в принципе, человек должен знать, откуда он стартует. То есть нет такого... Конечно, всем хочется, что я сейчас вот всё перейду на проноедение, и у меня сразу же, как я только перейду, у меня сразу же всё восстановится, всё вырастет, всё, что не нужно, отвалится. Нет, ребят, надо всё-таки к себе более лояльно подходить. Благодарю. Это тоже очень полезная информация, знания. Всё-таки вопрос, может быть, и так задам. Конкретные шаги, ну, не конкретные, а шаги или практики, да, или поэтапный переход на проноедение. То есть из чего он состоит. То есть вот в своём видении вот человек начал двигаться. Какие шаги ему нужно пройти? Алгоритм. Ну, первое, это, конечно же, переход через голову. Я сейчас очень много изучаю физическое тело с разных ракурсов. И могу вам сказать однозначно, понятно, что всё у человека в голове. И вы, наверное, тоже понимаете, что те же самые рецепторы, которые нам говорят, да, вкусовые рецепторы в полости рта. Это не так. Всё у нас находится в голове. И могу просто обычный пример вам сказать, про который сразу же понятно будет. Когда вы думаете о лимоне, вы его в рот не положили, «А слюна потекла». Да? И когда мы начинаем прокачивать свою голову, то тогда у нас есть понимание, что эмоции еда не даёт. Это, знаете, такая длительная дорожка. Я вам сейчас попытаюсь в двух словах её быстренько рассказать. Но на марафоне я про неё прям, на марафоне, на ретрит я про неё прям очень глубоко рассказываю. Смотрите, у нас есть жидкость в нашем организме. Это кровь, слюна. Это практически одна и та же жидкость. Некоторыми там, просят меня медики, что я не медицинским языком говорю, но это, в принципе, одно и то же. Вот. И когда вы, например, у вас произошло в жизни какая-либо ситуация, неважно, какая она, она может быть рядовая ситуация, она может быть какая-то наполненная или насыщенная какими-то эмоциями. И вы в этот момент, то есть, когда вы начинаете пробовать какие-то продукты, как правило, это в первой половине вашей жизни, когда вы ещё ребёнок и когда вы по-другому смотрите на мир, более эмоционально. И когда вы кладёте в рот какой-либо продукт, неважно какой-то, это будет яблоко, либо это кусок хлеба, то у вас получается, что когда вы кладёте его в рот, у вас получаются эти рецепторы, чтобы перемолоть, чтобы перемолоть, проглотить какой-то кусочек, получается, что слюна становится другой вязкости, другой плотности. И за счёт того, что она становится другой плотности, другой вязкости, идёт по нейросетям сигнал в мозг. И это закрепляется, что это то-то, то-то. И после этого вы начинаете хотеть, либо не хотеть этот продукт. не через вкусовые рецепторы, а через голову, потому что у вас пошла другая нейронная связь. И если мы это всё разбираем, то у вас не может быть продуктов, которые вам хочется есть. И тогда у вас идёт перестройка на уровне ЖКТ. То есть люди, которые не кушают, у них ЖКТ, если они будут, ну, например, УЗИ делать, да, обычно, то там на УЗИ прям стоит пометочка, что не до разума, называет ЖКТ. Ну, как-то вот так вот, по-моему, написано, если я не ошибаюсь. И желудочный сок, он не вырабатывается. То есть нет надобности вырабатывается. То есть если вы бегаете и заглотите какую-нибудь мошку или там вот плаваете, там я там очень много морской воды пью, потому что я катаюсь на доске и получается так, что когда плаваешь, ну, бывает, что заглатываешь. Что происходит? Всё, что ты заглотил нечаянно, оно просто из тебя выходит, оно не переваривается, оно не расщепляется на полезные и неполезные микроэлементы, оно просто из тебя выходит. И это нормально для нашего организма. Я ответила на вопрос? Всё-таки ещё попробую по-другому задать. Но всё не безусловно, всё интересно и полезно и радостно всё это слушать. Ну, например, человек хочет кушать, он пошёл чем-то позанимался и перестал хотеть кушать. Человек хочет спать, пошёл позанимался чем-то, пошёл... Ну, то есть у меня какие варианты в голове есть. Например, комната для того, чтобы рисовать картины. Вместо того, чтобы кушать, пошёл, порисовал, поиграл на музыкальных инструментах. То есть у меня такие какие-то предположения были примерно. Или какие-то... Ну, смотри, ты хочешь одно заменить другое. Одно заменить другим. Когда мы ищем замену чему-либо, мы уходим от себя всегда. То есть если ты захотел кушать и себя пересилил и начал занимать чем-то другим, то это ты просто себя пересилил ещё на какой-то процесс, ещё на какое-то время, только лишь и всего. А если ты понял, что тебе это неинтересно, это уже не твой уровень эмоций, то тогда тебе не хочется кушать. Я очень часто нахожусь с ребятами, какие-то переговоры иногда бывают, они всё равно очень часто проходят в кафе и в ресторанах. Но я там сижу и у меня нет желания покушать, то есть это не в моей картине мира. Это то же самое, что курящие люди могут сидеть, не курящие люди могут сидеть с курящими, и у них не возникнет вопроса покурить. Максимум, что у них возникнет вопрос сказать, ай, какой ты нехороший, а вот я такой клёвый. Но так нет, невозможно заменить. ты можешь себя ещё прочувствовать через какое-то другое занятие, а что тебе ещё интересно, а почему ты до сих пор хочешь есть, почему тебя твоя голова выводит на еду, что у тебя происходит такого, что пища для тебя всё равно становится тем триггером, через который ты получаешь эмоции, либо ты понимаешь, что через еду ты просто поддерживаешь ещё какое-то время, чтобы ещё больше разобраться со своим телом и выйти на другой уровень принятия себя вне еды. Благодарю, это уже очень прям ответ, и что тогда является на самом деле путём, чтобы человек не спутал, где он замещает, заменяет и уходит в сторону, и где он на самом деле идёт к парноедению, как он это ощущает, как это можно словить, индикация, что я действительно сейчас получаю прану. Так, а это не спутать, ребят, это не объяснить, смотрите, я же не за раз к этому пришла, да, у меня путь был на сегодняшний день, он в 11 лет, это сейчас кажется, о, вышло на экран, и значит, вот она начала там, пранаедкой стала. Нет, этот путь достаточно длительный у меня был, и просто в очередной, в один период какой-то оно как выщелкнулось, и ты понимаешь, что ты как будто освободился от всего. Вот есть первая стадия, это когда ты понимаешь, что ты не в теле, тело в тебе. И это очень глубокое чувство, когда оно наступает, если ты что-то делал, ты не можешь дальше продолжать это делать, ты останавливаешься, и ты просто вот это вот схватываешь, потому что тебе становится так легко дышать, что ты просто дышишь от того, что ты, у тебя нет границ, и ты не успеваешь за своим вдохом. и вот это вот состояние, когда тело находится в тебе, оно очень большое, там нет рамок, там нет границ, и там ещё потом несколько этапов будет, какие-то новые осознания самого себя, но когда у тебя приходит это осознание, что ты больше не хочешь есть, оно тоже выщёлкивает, и ты как из скорлупы вылазишь, то есть ты понимаешь, что это уже тебя настолько не прельщает, оно настолько, оно тебя не отвергает, то есть еда не становится чем-то плохим или чем-то хорошим, она становится полностью обнулённой, то есть ты проходишь мимо пластикового яблока, у тебя нет же желания его съесть, или например около стула, но ты можешь его сидеть и грызть, надолго хватит, но у тебя же нет желания его съесть, и здесь точно так же оно просто выходит из твоего образа жизни, из твоего мира, оно просто выстёгивается. У меня есть вопрос по поводу сна, скажите, пожалуйста, как у вас, какие у вас отношения со сном, спите ли вы? Ну, здесь сон, наверное, это сложно назвать, но если в общепринятом понимании, то я сплю, это бывает не каждый день, это минут по 20-40, но максимум бывает 2 часа в день, но не каждый день, но это не про сон, то есть на определённом этапе у вас проходит, у вас пропадает эта тонкая грань между сном и явью, чем отличается сон от яви? Это когда ты засыпаешь, но ты же во сне понимаешь, что ты там тоже есть, тебе же снятся сны, с тобой что-то происходит, и ты понимаешь, что ты там тоже ты, но вне физического тела, и когда вот эта тонкая грань проходит, ты понимаешь, что и здесь ты, и здесь ты, и ты можешь вот в этом состоянии лежать с закрытыми глазами, с открытыми, абсолютно неважно, но ты будешь видеть и ощущать всё, что происходит, когда ты якобы спишь, то есть такого уже, чтобы сна, чтобы ты улетел туда, провалился, и тебе снились какие-то сны, этого уже нет, ты всё время где-то на поверхности, всё время ты ощущаешь эти плотности, в какой-то плотности, но пока этого нет, люди стараются депривировать сон, так прям, ребят, из этого ничего не выйдет, вы будете потом через какое-то время просто вас вырубить, и всё, это опять же не про это, сон он отваливается сам по себе, когда организму уже не нужна перезагрузка, поэтому не мучьте себя, не выводите себя в эти, в искусственные состояния, депривации, вы можете там словить несколько плюшек, но они будут настолько мимолетные, что не факт, что это будет столько же хорошо, как навредит вашему организму. Спасибо, Светлана, у нас слёт международный, за это время мы познакомились с автономами, параноидами, с бритарианцами из других стран, и меня поразило то, что депривация сна и отсутствие сна, или минимум сна, я встречаю только почему-то среди российских спикеров, когда мы общались, вот вчера у нас была встреча с женщиной из Чехии, которая там семь-девять лет на автономии, на полной, она полноценно спит там пять-семь часов ночью, и другие, тоже автономы, вот сколько мы общаемся, хотелось бы вот понять это разница в культуре, или разница в наших делах, почему, вот как бы вы могли это объяснить, первое, что может быть вы почувствуете на этой теме? Ну, первое, что я могу сказать, это, наверное, есть недопонимание языковой, потому что я тоже могу лежать, и кто-то другой скажет, что я сплю, но я буду видеть и чувствовать всё, что происходит, но мне восемь часов, я восемь часов не вылежу просто физически, но возможно это от климата зависит, что хочется подольше полежать, вот, а так, в принципе, я тоже, вот я говорю, я сплю, но это минимально, организму не нужно столько, и когда я общалась и общаюсь с праноедами из других стран, я понимаю, что очень много у нас есть недоговорённостей именно из-за языкового барьера, то есть они нет такого красочного перевода, как мы тут любим, поэтому они, как бы у них сон, и сон это то, что лёг, это то, что закрыл глаза, это то, что пошёл на отдых, на какую-то перетрансформацию организма, вот это для них сон, но когда мы начали копаться более глубоко, они тоже понимают, что как бы нет уже того сна, где вот, где мозг отключается, он же работает по-другому, когда мы спим, у нас работает либо спит либо правая, либо левая полушария, вот, что у нас мозг отключается быстрее тела, и бывает, что тело отключается быстрее мозга, это те состояния, когда вы, например, вот, особенно я вспоминаю, когда на учёбу ездили, да, и вот сидишь, вот уже вот засыпать не хочешь, прям глаза держишь, и начинаешь просыпаться от того, что тебя там болтануло, то есть тело уже выключилось, а сознание ещё глаза держит, либо бывает наоборот, что там раз, смотришь, а ты уже уснул, и вот когда вот эти вот подёргивания, вот особенно у детей очень часто бывает, что снится, что с кровати падает, да, это тоже, когда тело и голова, они в разных временных факторах начинают уходить в перезагрузку, но это очень долгая тема, вот, и могу сказать, что на каких-то определённых этапах я практиковала отдых левой, либо правым полушарием, и каждый по себе тоже смотрит, то есть можно отдыхать левым, либо правым полушарием, например, там, когда левым полушарием отдыхаешь, к примеру, то тебе хочется какой-то такой вот рутинной какой-нибудь деятельности, то есть ты можешь мыть посуду, там, или мыть полы, намывать, и вот ты можешь мыть и быть в таком состоянии анабиозы, можешь там вышивать крестиком или рисовать. Это другая половина мозга отдыхает. Можно так еще практиковать, но это опять же, это не про депривацию, это про изучение своего физического тела. Спасибо большое. Светлана, хотела спросить. Если человек может жить на травяном чае или на фруктах, и он себя лучше чувствует на травяных чаях, то можно как давать им выбрать их. Если он чувствует себя, конечно, по чувственности себя, конечно. Но вообще, наверное, одно из самых лучших, это когда вы вычищаете организм, это все-таки травяные чаи. Потому что соки, либо фрукты, это не всегда полезно для вашего организма. Там очень много фруктозы и сахарозы, которые в результате в течение примерно плюс-минус каждого человека по-разному в течение полугода скапливается в поджелудочной железе, и потом через полгода где-то у людей бывают очень сильные срывы, гормональные скачки. Поэтому с фруктами тоже очень осторожно нужно, тем более с соковым питанием. Соковое питание, оно замечательное, но это должно быть какое-то время, которое вы четко себе ограничили для чего-то. Не видела я человека, ни одного, кто бы жил продолжительное время на фруктовых соках. На чаях, да, видела, которые живут люди годами, а на фруктовых нет. Нет, ну, пол-восемь месяцев максимум, и были такие жуткие срывы. И также есть корнеплоды, то же самое, там тоже сахар, морковка, свекла. Смотрите, корнеплоды вообще, если мы говорим о природе, то корнеплоды, они же у нас не появились сами по себе. В основном все корнеплоды это то, что посадил человек. А человек начал сажать корнеплоды когда он начал болеть и начал падать. И вот когда он начал падать, тогда он, ну, это я тоже в двух словах, он начал сажать вот эти корнеплоды, чтобы он мог ими исцелиться, излечиться. Это как для нас переходный, непродолжительный переходный момент для исцеления чего-либо. Не для жизни на корнеплодах. Спасибо. Еще один вопрос. А как можно моделировать свое тело? Оно само, когда ты переходишь, меньше ешь, чем-то занимаешься, что тебе нравится, тело оно само моделируется? Или ты можешь в каких-то состояниях представлять себя? Я хотела бы вот так. И как можно, вы сказали в одном видео, я могу сделать тело под задачу, оно готовится под задачу. Да, верно, тело готовится под задачу, но его нужно обязательно делать. То есть смотрите, что значит под задачу? Когда ты чувствуешь себя, когда ты знаешь, что ты есть, кто ты есть, куда ты идешь. И ты, например, идешь к такому-то, к чему-то. И это истинно твое желание. Это не социальная программа. Это не то, чтобы ты хотел кому-то что-то доказать. Это не еще что-то. Это нужно для тебя, для твоего дальнейшего пути. И тогда тело будет трансформироваться под эти пути. Я могу сказать однозначно, что я, когда у меня был переход, я доходила до 32 килограмм. Это было не очень приятно. Потом у меня были другие, другие моменты в жизни, которые я сейчас не могу озвучить, но на ретритах, на маленьких кругах я озвучиваю, как происходило. И тело всегда трансформируется. Сейчас у меня другие задачи. И сейчас у меня будет тело под другие задачи трансформироваться. И вы через несколько, через какое-то время месяцев, через 3-4, вы тоже это увидите. И это только лишь для того, чтобы показать людям, что вы способны абсолютно на все. Абсолютно на все. И если кто-то говорит, я не могу вот это сделать, я не могу вот это сделать. Ты просто не понимаешь, зачем тебе это, для чего тебе это. Только лишь из всего. Светлана, хотел бы спросить, как вы в данный момент взаимодействуете с высшими силами, с ангелами, с Богом, и на каком уровне это все происходит в вашей жизни? Ну, вы почему-то отделяетесь, высшие силы, а вы кто? Низшая сила. У вас где-то есть кассы, билеты, где-то продают у вас встречи с высшими силами. Вы-то кто в этом пространстве? У вас этот вопрос возникает, потому что вы на сегодняшний день себя ощущаете, как человек в своем физическом теле, который находится вот в этом мире, в этой плотности. Но когда вы переходите на другое состояние осознания, когда вы понимаете, что эта плотность, это вы и есть, то в вашей плотности что будет? Плотность единая. Пространство, вернее, плотности много, пространство единое. Когда вы осознаёте себя пространством, то что вы будете делить? Вы же про ангелов, когда говорите, вы же предполагаете это, что там белые человечки с белыми крыльями и Бог, тот, которого нарисовали. А вы тогда кто? Где ваши знания о вас? Вот когда вы их вскроете, у вас вопросов не останется. Ничего не говорила про масла? Отличное. Но замасливаться вы имеете в виду? Или про что вы говорите? Ну, я бы сказала, что это не вместо завтрака, это же не приём пищи. Смотрите, что такое замасливание? Это у вас есть такой орган, как печень. И когда вы ведёте определённый уровень жизни, когда у вас есть определённый уровень сознания, когда у вас есть какие-то физические моменты вашего тела, то не всегда бывает хватает вашей желчи правильно отходить. И замасливание – это один из очень хороших и достойных методов, чтобы вас прочистить. Но это не завтрак, это не обед и не ужин. Это не еда, это именно ваш помощник. Замасливание – это замечательно. Да, ещё вопрос. Супруга на него ищет ответ. По поводу беременности, кормления, роста плода и прочего. Ну, то есть, как на автономии ты видишь продолжение рода человеческого на эту тему? Ну, вообще, я вижу это очень хорошо. Есть люди, которые… Ну, если вы сами не автоном, то я бы вам не рекомендовала рожать и ребёнка сразу же переводить в автономию, потому что он уже родился не автоном. Это первый момент. Вот. А то, что касаемо, как я это вижу, я не буду чей-то опыт передавать, я могу передать только свой опыт. И когда у меня была вторая беременность, я была старородящая, во-первых, во-вторых, больная женщина. Я наблюдалась у трёх профессоров, потому что не понимали вообще, выживу я или нет. И у меня был очень сильный токсикоз. И на тот момент у меня было три больших компании. Дело близилось к Новому году. Это корпоративы, заказ всяких каких-то сувенирной продукции для своих сотрудников. И очень было много работы. Я не могла себе позволить того, чтобы постоянно ходить и чтобы из меня что-то выходило. Причём я ездила с водителем, и я не могла ездить за рулём, потому что, ну, был очень сильный токсикоз. И если кто-то в соседней машине попил, то мы останавливались на обочине, из меня выходило то, чего мне не было. Это было больно. Вот. И когда я понимала, что у меня будут встречи какие-то в первой половине дня, думаю, ну, я тогда не буду завтракать, чтобы более-менее себя хорошо чувствовать. Вот. И так я не поела день, не поела, не попила. Я себя хорошо чувствовала. Потом второй день, третий. И поняла, что я включилась в рабочий процесс. Я себя стала хорошо чувствовать. Когда у меня начинался второй триместр, у меня врач сказал, она говорит, давай тебя положим, говорит, хотя бы дней на 10 на дневной стационар, говорит, у тебя, говорит, плод развивается нормально, но у тебя нет прибавки в весе. Говорит, ни прибавки, ни убавки, нужно посмотреть, что такое. И тут я испугалась. Я вспомнила, что я не ела благополучно. Я тогда ничего не слышала об автономии. Для меня это было страшно. Я думаю, боже мой, как же я так без еды и без жидкости, столько времени, три месяца. Думаю, нет-нет-нет, такого не бывает. И я себя две недели вводила в еду. То есть организм сразу же еду не принимает после такого времени. Я себя вводила в еду. И вот могу вам сказать, что в первом триместре закладываются все жизненные необходимые в организме младенцы. почки, печи, нервная система. То есть абсолютно все закладывается в организме ребенка в первый триместр. В результате у меня ребенок родился амбидекстер. Амбидекстер – это когда и правым, и левым полушарием он абсолютно одинаково воспринимает. То есть он может рисовать как левой рукой, так и правой. И точно так же двумя руками одновременно. То есть два полушария у него развиты одинаково. И здесь, когда мы обратились к ортодонту, у него немножечко кривые зубы, и мы решили с ним тоже поставить ему пластинки. То есть я по своим причинам обратилась, потому что когда идет новый рост зубов, то очень хорошо, чтобы они росли уже в своих пазлах, так скажем. И если кто-то ставил себе брекеты, то знают, там такое, ну по крайней мере у нас такое большое обследование проходит, пятичасовое, то есть там делают разные снимки, там продувание делают, между щелей, там еще что-то, короче, там очень большое такое вот, что только там не делают, чтобы посмотреть, что происходит с зубами. Вот. И у меня ребенку, когда эти все снимки были готовы, мы пришли смотреть, что, какие нам брекеты ставить, они говорят, что-то здесь, говорят, непонятно. Может быть, осколок зуба, давайте дождемся хирурга. Вот. Мы дождались хирурга, пришли на следующий сеанс, хирург говорит, это не зуб, это, говорит, не осколок зуба, не знаю, что такое. И мы ждали два месяца, пока приедет из Москвы специалист, чтобы посмотреть вообще, что у нас такое. И когда приехал специалист, он мне показывает на экране, он говорит, смотрите, говорит, вообще, говорит, это очень редко бывает, и бывает, как правило, это генетический момент, не стандартная ситуация, это что-то было либо в вашем роду, либо что-то, какое-то изменение было генетическое, но, говорит, такое есть, что бывает один-два, то есть растет зуб, и рядом с зубом бывает капсула нового зуба. Вот. Ее либо удаляют, либо дают прорасти зубу. А у моего сына, получается, зуб, и рядом с зубом семь капсул зубов. Ну, около одного зуба, то есть там такая россыпь. Он говорит, такого, говорит, моей практики еще не было, мы, говорит, их не можем не удалить, потому что мы не понимаем, там, единая эмаль будет, вот, какой будет здоровый, какой будет, какой нужно будет удалять. Вот. И мы оставили это все до весны, пока они, пока кто-то не вылупится, а кто-то не остановит свой рост. Вот. Но он взял на обследование в Москву, потому что это такой первый раз. Это связано с тем, что я не ела, либо это еще с чем-то связано. Я не могу это сказать, но это просто факт. Да, дети, дети в этом, в таком состоянии, они однозначно другие. Однозначно. Еще вопрос. А ваши дети, они, какой у них образ питания? Ну, у них самый обычный образ питания. Я их, они знают, что они, если наступит голод, что они не умрут. Если мы идем куда-то в город, то есть у нас нет таких развлечений, что если какой-то праздник, что у нас застолье. У нас этого нет уже давно. Как правило, мы ходим куда-то либо в горы, либо еще какие-то мероприятия. И если нам нужно идти куда-то, там нужно питание с собой брать. Я говорю, питание в ваших рюкзаках. Они говорят, мы без питания. Вот они, им лучше так, налегке пойти. Но, холодильник у нас дома, например, не работает. То есть у нас нет такого, чтобы что-то там хранилось или еще что-то. У нас он как... То есть вы не готовите дома холодильник? Нет, дома не готовим. У нас на плите стоят цветочки. Но вот вы говорите, дети на обычном питании. Ну, в школе питаются. Борщи, булки. Нет. Ну, они могут в столовой, в кафе зайти покушать. То есть у них такое есть. Но дома, чтобы кто-то там готовил, у нас такого нет. Что-то фрукты. То есть... Фрукты, пожалуйста. То есть дома у вас просто есть фрукты, которые не в холодильнике, всегда в доступе. Да, да, да. Хочет. Я спрятался от вас, чтобы не упасть и вам, от депривации. Ну, вот видите, как вы надепривировались. Просто балуемся. Никакого смысла, просто весело. вот малоедение, а жидкое питание, потому что, ну, культуренство, они привержены... Жидкое питание, они привержены как бы жидкого питания. Есть все, что угодно, только в жидком виде просто. Ну, наверное, это как путь. Ну, вы знаете, везде есть свои плюсы и минусы. Вот, если мы говорим о жидком питании, то это нужно понимать, что, во-первых, у вас питание еще есть, а твердости нет. Тогда вы должны разрабатывать свои челюсти, то есть покупать в аптеке вот это вот кольцо, которое для детей, иначе у вас десны, они будут расшатывать зубы, и у вас вывалятся все зубы от вашего жидкого, великолепного питания. То есть нужно каждый момент учитывать. Спасибо. А еще вот энзимное вот это питание сейчас, ну, вы знаете, ну, капустный квас, они увеличивают количество бактерий, делают, ну, микробиом просто засевает. Но если вы кушаете на каком-то этапе, наверное, это и неплохо. Спасибо. Вот вы говорите, что вы изучаете тело, и только что вы сказали, что нам нужно разрабатывать жевательные мышцы и десны. То есть как это связано? Вот вы же сейчас на автономии, да, вы не занимаетесь. Так они у меня меняются? Они у вас меняются. Да, а у вас что поменяется? У вас они вывалятся, и все. То есть правильно ли я продолжаю логику, что когда на жидком питании мы не используем жевательные мышцы, десны, но нам нужно, чтобы они постоянно были активны? Ну, конечно, если вы кушаете, вам же все равно, вы изначально привыкли все время ими работать, давить. А тут вы раз и перестали это делать. Что такое десны? Это кость, которая будет в любом случае трансформироваться. То есть кость, на ней есть маленькая, тоненькая мышца, когда даже зуб удаляют, и у него остается вот такое вот гнездышко, да, где был корень. Вот там кость, она не становится плотная, она наоборот становится настолько мягкая, и если вы будете вставлять зуб, то вам нужно будет сначала искусственно нарастить кость, а потом вставлять зуб. Поэтому если вы начинаете жидкое питание и не заботитесь о своих зубах, то вот эта вот кость, у неё было напряжение, а сейчас напряжение прошло. Что ей делать? Она в расслаблении, то есть кость, она становится более такое, ну, дрябло, что ли. Ну, это неправильное слово, но вы меня поняли. И получается, что зуб ему, его как бы уже ничего не сдавливает, то есть нет вот этого мышечного, того же рефлекса, я не знаю, насколько это правильно я говорю, да, тонуса. И поэтому у вас зубы, они будут шататься. Почему у многих сыроедов зубы шатаются? Это же не только от кислот, а по большей части от того, что переходят на мягкие фрукты, особенно когда они живут в тёплых странах, там же они, ну, очень мягкие, очень спелые, не такие, как у нас. Если у нас взял банан, так его как картошку ешь, да, ну, то там же всё мягонькое, вот тебе, пожалуйста. Не обязательно это фруктовые кислоты. А можно вот на жидком питании вот массаж делать, ещё что-то делать? Конечно. Лёсен, получается, и для зубов. Да, да, можно. Можно вот эти вот всякие продаются смолы, да, вот их жевать. Очень полезно. Вот эти вот кольца детские, чтобы какое-то было у вас, было движение до того момента, пока вы там, ну, организм не откажется, пока не перейдёте. Ну, вот есть такая теория в бритерианстве, что пока мы работаем челюстями, у нас пробуждается вот инстинкт животного в рептильный мозг, и что пока мы работаем челюстями, у нас процесс, ну, стресс активный. Потому что вот на своём опыте, пройдя даже там седьмой-восьмой день жидкого питания, я почувствовала спокойствие в голове, почувствовала, ну, совсем другой образ состояния внутри. То есть у меня как будто мозг вот это перешёл. И я это связывала с тем, что челюсти не работают, стресс не происходит, то есть вот этого вот нету инстинктивного движения, и успокаивается мозг, мозг расслабляется. Вы посмотрите на любом снимке, когда вы кушаете, когда вы говорите, одинаковые процессы или нет. Чаще всего бывает, что когда вы говорите, у вас челюсти сжимаются намного больше, чем когда вы кушаете. То есть работают челюсти по-прежнему, когда мы говорим. Да. Спасибо. А у меня продолжение вопроса о зубах. Здравствуйте. Вот Оля, она частично уже задала мой вопрос, да, по поводу того, что там выпадает, не выпадает. У меня продолжение. Если, значит, на жидком питании без разработки зубы могут выпасть, почему тогда на автономии вот эти новые, допустим, выросшие зубы уже, ну, не имеют риска выпадения. Но они же другие растут, они уже растут на другом, в другом теле. То есть потому, что у них другое качество. Конечно. В другом теле. Там даже не дело в качестве, а дело в том, что уже, в принципе, костный состав, он уже тоже меняется. Кожа, костный состав, волосы меняются. Вот абсолютно все меняется. И то же самое, когда у вас, это же те же кости. И у вас, когда растут новые, вот эти вот капсулы вскрываются, новые зубы растут, они уже растут не на вот этом движении, не на постоянном пережевывании. Понятно. Спасибо. Спасибо. Вопрос. Жена продолжается. Давайте. Про кормление. То есть, как ты считаешь, на автономии, то есть не для тех, кто переходит, а когда уже человек перешел, освоился, сюда там год-два, и будет ли у него, как ты считаешь, у женщины, у неё выделяться грудное молоко, и сможет ли она выкормить ребёнка? Или, может быть, ребёнок, по поводу вот этого момента? Ну, вообще, почему-то считается, что грудное молоко — это еда. Это вообще не про это. Это вообще не про еду. Давайте глубже заглянем в природу и посмотрим, что это такое. Когда рождается ребёнок, то первые три дня у мамы идёт молозиво. Молозиво — это как масло. И когда мама начинает молозивом кормить малыша, то что у него происходит? Всё, что он за 9 месяцев, вот эти вот околоплодные воды, запёкшаяся кровь, всё, что мама съела, ела, не доела, это всё в организме ребёнка, оно в течение трёх дней прочищается. То есть у ребёнка идёт чёрный кал. Но это не кал, конечно, это прочистка идёт. После того, как вот это вот прочищается, вся его вот эта система, то у мамы начинает приходить молоко. Что такое молоко? Молоко — это не про еду. Это про то, что она транслирует своему ребёнку, что твой мир тебя здесь ждёт, что он к тебе настроен положительно. Посмотрите, ребёнок, когда хочет есть, когда он кричит, когда ему страшно, когда он теряет свой мир. Его мир — это мама. И молоко — это как раз то, что он всё время припадает к груди. И это не про еду, это про то, что он нашёл свой мир, он опять в своём мире, он опять под заботой своего мира. Ведь еда — это что? Еда — это первые 6 месяцев — это прикорм. Когда мы ребёнку даём по полу, почему мы даём там по чуть-чуть? И он выплёвывает. Я не видела ни одного ребёнка, которому даёшь прикорму, он такой, ох, как вкусно. Нет, у них там, у них выражение лица, это просто нужно посмотреть. Это же яд, его приучают постепенно к другой еде, перестраивают его ЖКТ. Но он, в принципе, уже изначально перестроен, потому что мама и папа, как правило, они едящие. Но грудное молоко — это не про еду, это про мир. То есть, возможно, на автономии грудное молоко, а потом что? А потом он сам постепенно отходит. Посмотрите на детей, и он постепенно отходит, он к пяти годам, к пяти годам он отходит от матери, уже зная, что он может это по-другому делать. То есть как он начинает? Вот вы ребёнка отпускаете, он сначала начинает, он же пробует этот мир на вкус. Почему на вкус? Потому что у нас вообще зубы, они изначально как вибрационные пластины. И сначала ребёнок ползает, он траву начинает жевать, какие-то палочки. После этого, когда он дотягивается до ягод, после ягод он уже идёт на какие-то другие кусты, потом он уже идёт на плоды. Он это всё пробует, он это не ест, он это пробует, он пробует энергии. Спасибо. У нас ещё есть время на один-два вопроса буквально. Что скажет зал? Мы с Алексеем и женой активны. Есть мнение, что переход на автономию начинается с перестройки психики, дыхательных упражнений, не только потом про питание. Как какие-то эффективные методики, дыхательные или... Ну, методик вообще я уже говорила, что нет, по крайней мере, у меня точно. Всё, что связано с дыханием, у меня вообще с дыханием другой вопрос. Потому что я начинала, вообще всё это начинала, потому что я не могла дышать. И какие-то дополнительные методики дыхания, возможно, они хорошие, но я их не делала. Когда вы постоянно в движении, то какие-то ещё дополнительные механизмы дыхания... Но я правда не вижу смысла, потому что если вы возьмёте любую методику дыхания, то все они будут... Основа какая? Задержка дыхания. Чем больше вы задерживаете, как бы вы ни делали, там, дыхание слона, медведя, ещё кого-то, всё основывается на задержке дыхания. Просто учитесь. Например, вы бежите, бежите в горку, в горку побежали, отключили дыхание. Добежали до конца горки, включаете дыхание, и вы тогда, не задыхаясь, бежите дальше. Аркадий, можно я спрошу? На идеальном питании, ну, вот на идеальном сырорическом питании нет таких сил. Не хочется бегать, гулять, да, там, подтягиваться, в футбол можно играть, там, ну, короткие, а вот бегать длительно, ну, просто не хочется. Вот, можно заставить себя на воле, там, и так далее. Вот как плавно, плавно сделать переход просто. Ну, не хочется, не делайте. Ну, да. Вы же здесь живёте, чтобы быть в любви и в счастье, а не в каких-то аскезах. И вопрос по дыханию. Мы вчера как раз, у нас была объёмная тема затронута по поводу количества вдохов нам определённых на жизнь предназначено. У вас, вы чувствуете изменения в дыхании? Потому что мы общаемся тоже вот с предыдущими спикерами, говорят, что в спокойном состоянии, если не разговаривают, могут там вдыхать один раз в минуту, например. Что у вас сейчас с дыханием, особенно тот бэкграунд вашей болезни, да, сейчас понятно, ничего не осталось от неё. Как сейчас вы дышите? Ну, я могу сказать, что я вообще не акцентирую на этом внимание. Могу сказать только, ещё раз повториться, что если, ну, например, в горку я понимаю, что она тяжёлая, я могу на какое-то время отключать дыхание. Ну, не дышать и всё. Просто не дышать. Ну, и часы спортивные, они отражают, то есть, если когда ты занимаешься, особенно на велосипеде в горку, либо бегаешь, то они отражаются эти моменты, вот, и они пишут, что там вы перешли на новый уровень, там чего-то, чего-то, там то-вот-вот-вот. Для этого они удобные. Вот, а так, чтобы совсем, я знаю людей, которые могут отключать дыхание на 24 часа, вот, и спокойно с этим живут, как бы это их норма, потому что мы же вообще, в принципе, не через лёгкие должны дышать. И когда ребёнок у нас в животе, в утробе матери, он же дышит, он дышит через кожу, он дышит через поповину, он... Лёгкие — это вообще орган сос, который нужен на крайний случай, когда что-то происходит. Но мы ими начинаем пользоваться сразу же. То есть ребёнок рождается, у него лёгкие не раскрываются. Они раскрываются после шлепка. Это же для чего-то сделано. Причём, если ребёнка рожать в воду, то сейчас есть такая практика, что детей не достают из воды до трёх минут. Я слышала до семи, но не видела. Я видела только до трёх минут. И он спокойно там плавает три минуты, неважно в какой воде, и потом его как бы достают. Если его шлепок не делают, то он ещё какое-то время начинает... То есть он не синеет. Но плотность другая. Плотность здесь и плотность, которая идёт внутриутробном состоянии, там другая плотность. Мы будем завершать. Вот я в августе была на слёте в Италии и послушала вашу речь. И меня очень вдохновило то, что вы сказали по поводу энергии человека относительно энергии Солнца. Вы это сказали на иностранную аудиторию. Я хотела бы, наверное, чтобы вы и для нас, и для русских, потому что меня это... Вот вы знаете, меня вот это настолько зацепило, настолько вот прям поверило и втелеснило это, что вот живу с этим сейчас. Расскажите нам здесь, в России, чтобы получили мы тоже вот это вдохновение. Да, спасибо. Ребят, мы все любим заряжаться от солнышка, да? И все думаем, что нас Солнце заряжает. Но есть эти исследования, они были уже произведены давно. И вот недавно их подтвердили в очередной раз. Звезда по имени Солнце, у которой есть энергия, она в три раза меньше даёт энергии, чем одно человеческое тело. Такой вдохновенной ноте. Благодарим вас, Светлана, за то, что вы к нам приехали. Если ещё... Я понимаю, что у нас вопросов может быть бесконечно. Мы ваши контакты ставим в нашей телеграм-группе. С вами можно же связаться напрямую, да? и получить ответы на возникающие вопросы. Также вы же проводите марафоны. Да, марафоны, ретриты, да, живые встречи. И завтра у нас будут живые встречи, если кому-то хочется, интересно, то могут к Галине подойти. А завтра где? К Галине могут подойти, и она всё скажет, да. Хорошо, спасибо вам большое. Давайте поблагодарим Светлану, что приехала специально к нам, поменяв планы. Спасибо вам огромное. Спасибо.